Муравь Муравьи работали без отдыха и срока. Стоял наявы, а делу не видно было конца. Прежде всего, надо было наглухо законопатить всё щели ещё. Чтобы никакой мороз и ветер не пробрался в муравьиное жилище. Потом нужно было обойти все кладовые и проверить, достаточно ли там запасов, чтобы прожить 5 или 6 месяцев в заточении. Потом хорошенько укрепить все входы и выходы в муравьиный город на случай уральского нападения. Потом убрать все муравьиные дорожки и расчистить их от осыпавшихся войных игл. И, наконец, надо было залезть на самое высокое дерево и оттуда наблюдать за всем, что делается на свете. А главное – следить за облаками, чтобы не пропустить приближение зимы. Но не одни только муравьи готовились к встрече зимы. Этим были заняты все – жуки, пауки, букашки, козявки. А их на свете – 94 квадриллиона, 18 квадриллионов, 400 триллионов, 520 миллиардов, 880 миллионов, 954 тысячи, 369. Попробуй-ка, напиши это число. Мне сказали, что их ровно столько. Но я не поручусь, что это правильно. Может быть, их всего только 94 квадриллиона, 18 квадриллионов, 400 триллионов, 520 миллиардов, 880 миллионов, 954 тысячи, 368. Земля уже покрылась ими. 7 миллионов застывших капель. 7 миллионов жемчужин было рассыпано по земле. И никто их не поднимал. У вягшие стебельки трав и деревья оделись темные печальные платья. И только сосны ели остались в своих зеленых шубах, которые они никогда не снимали. Ветры режли сановья в воздухо сметали с облаков белые пушистые хлопья, чтобы укрыть землю. Замерзающие волны напевали у берегов свою грустную песню, пока, наконец, сами не заснули под твердым ледяным покровом. Всюду было холодно, пасмурно, печально. И вдруг, в это ненастное время, блеснул солнечный луч. Он пролился сквозь темную снеговую тучу, заблестел на жемчужинах инья, осветил обякшую траву, повертвявшие деревья, мрачные сосны, взглянул на трудолюбивых муравьев, на все 94 пентиллиона букашек и пауков, сколько их в точности я уже позабыл. И в одно мгновение все кругом изменилось. «Что это?» – с удивлением сказал Филин и зажмурил глаза. Он сидел на высокой сосне и пел басом. «Осень пришла! Я слышу свист бури!» Голос у него был хриплый, скрипучий. Но теперь, когда все певчие птицы улетели, и он мог сойти заперцать. Муравьи тоже были недовольны. «Это никуда не годится!» – говорили они с возмущением. «Они с большим трудом только что кончили нанизывание жемчужины и на стебельки трав. А тут вдруг, совершенно не кстати, блеснул солнечный луч, и все жемчужины начали таять. «Нет, это никуда не годится!» – ворчали муравьи. «Убирали, убирали!» – и тут вдруг опять всюду слякать и грязь. Но пока они ворчали, солнечный луч уже побежал дальше. Он скользил по черной голой земле и вдруг наткнулся на засохший осиновый листок. Сюда, под этот листок, забился полевой кузнечик. Целое лето он трещал и прыгал, не задумываясь о том, что с ним будет зимой. И вот теперь лежал полумертвый от голода и холода. «Наверное, зима уже закончилась, и вернулось лето!» – подумал кузнечик, предретый солнечным лучом. И ему стало так весело, что он снова затрещал, застрекотал и стал укидывать такие коленца, что засохший осиновый листок, и тот запрыгал вместе с ним. А добрый солнечный луч как будто бы летел на трепещущих крыльях все дальше и дальше. Вот он скользнул по замерзшему пруду, засверкал на земной глади. Здесь уже толпились школьники, все они смеялись и кричали. «Не нужно ли кого-нибудь согреть?» – спросил солнечный луч. «Нет-нет», – сказали ребята, – «нам и так жарко». «Ну, если вам и без меня хорошо, я побегу дальше», – сказал солнечный луч. «Около поникшей печальной березы он снова остановился». «О чем ты горюешь?» – спросил солнечный луч. «Может быть, я могу утешить тебя?» «Нет», – ответила березка, – «меня не надо утешать. Ведь я знаю, что когда придет весна, я снова созеленею и стану еще красивее прежнего». И солнечный луч опять побежал дальше. Ему уже было пора возвращаться домой. Но все-таки он не утерпел и заглянул в окошко маленького домика. По комнате суетилась старушка и в десятый раз перекладывал все с места на место. Старушка искала связку ключей. Вот только что они были здесь на столе, а теперь будто сквозь землю провалились. «Вот они!» – весело воскликнул солнечный луч и уткнулся в связку ключей, словно показывая на них пальцем. «Ах, да вот же они!» – обрадовалась старушка. «Хорошо, когда солнечный луч вправляли. Все тогда идет налад. А солнечный луч уже исчез в окне. Он вдоволь набегался в этот день. И теперь ему надо было спешить. Тяжелые темные тучи уже затянули все небо. И только в одном месте оставалась маленькая щелочка, через которую солнечный луч мог проскользнуть. А Рашвастон был такой быстрый. В один миг он очутился за 14 миллионов миль у самого Солнца. Он вернулся как раз вовремя. Тучи плотно сошлись, и темная завеса опустилась над землей. Но солнечный луч не унывал. Он знал, что это не навсегда. Поэтому он уселся на самый край Солнца и ждал только удобного случая, чтобы снова соскользнуть вниз. И каждый раз, когда он вспоминал свое путешествие на землю в паспанный ноябрьский день, он начинал съесть так, как будто уже наступило лето. И в этом нет ничего удивительного. Если тебе удалось хоть немного утешить или развеселить кого-нибудь, ты можешь считать, что сделал доброе дело. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова